Самое ценное – это полегка атлетики в Сидней. Это там, где завоевал на всемирных ветеранских играх на 400 метров второе место. Сегодня эта серебряная медаль, завоеванная в международных соревнованиях, начало нулевых – одна из сотни в коллекции чемпиона России, Европы и мира по легкой атлетике Олега Пустового. Но самое близкое сердцу, потому что первое. Впрочем, серебра спортсмену оказалось мало. Через пару лет после первой награды Олег вернулся в Австралию, но уже за золотом. 2008-2009 год было серебро, а 2013 год было золото. В спорте, признается Олег Пустовой, он по любви. Путь начался внезапно и сложился извилисто. В 10-м классе участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, где показал рекордный результат. После чего попал в сборную, но больших успехов достичь не успел. Забрали в армию. После чего в 90-е Олег посвятил все свое время работе. И было не до спорта, тем более профессионального. Вот уже четверть века он занимается автомобилями. Из сотен клиентов лишь единицы знают об амбициозном увлечении мастера – побеждать. Это хобби, именно так Олег относится к своим победам, возродилось в нулевых после очередной встречи с тренером. Награды спортсмен начал брать уже будучи ветераном спорта. Везде надо душу. Не будет души. То есть по мне, если взять работу, то если ты не вкладываешь душу в свою работу, то не будет качества. Ты не будешь дорабатывать, значит не будет результата. То есть душа должна. И я такой просто по характеру, что если оно не получается, или оно не идет, или там что-то, я не буду этим заниматься. Мне неинтересно. Мне сам важен сам процесс. Вот именно адреналин. Случайными победы Олега Пустового не назовешь. Сейчас он тренируется шесть раз в неделю. После того, как на европейских и международных соревнованиях запретили участвовать спортсменам с флагом России, Олег начал поиск альтернативного вида спорта. Выступать под безымянным флагом спортсмен не захотел. Выбор пал на греблю. Коллектив нравится. То, что мы в коллективе, в легкой сравнности, как бы индивидуально занимаешься. А здесь коллектив. У каждого свой характер. У кого-то плюсы, у кого-то минусы. Все в совокупе должно играть только на достижении одной цели. И все. Если ты отдаешь себя полностью, то тогда это интересно. А бывает такой момент, что на работе наработаешься уже, ты полностью выкачанный. Чисто машинально переодеваешься, едешь, про себя в какой-то степени думаешь, господи, уже как чего. Пришел, переоделся на тренировке, начал какую-то работу делать, ее сделал. И уже потом, по окончании, когда едешь домой, думаешь, я ведь еле-елеся это. Вот это уже так вот идет. Гребли, отмечает Олег Пустовой, командный спорт. Успех здесь зависит от сплоченности тех, кто в лодке. Поэтому работа идет не столько физическая, сколько психологическая. Важно замотивировать всех участников, чтобы вместе прийти к победе. А для этого важны регулярные тренировки и уверенность в своих силах. На своем примере Олег Пустовой показывает, что ни возраст, ни занятость, никакие другие причины не смогут остановить человека, если он чем-то действительно загорится. Победы в чемпионатах начинаются именно здесь, на стадионах, в спортивных залах и просто детских площадках во дворах. Там, где начинается душевный подъем, непоколебимая вера в успех, и самые первые, вместе с тем, самые долгожданные награды. Мария Левина, Константин Головин. События.